Вашингтонские холмы падут от древнего проклятия на Украине. Сергей Лебедевник Лохматый на Восход.Инфо за 13 ноября 2021 года. Мы часто слышим, что у Кремля несколько башен. Эти башни иногда сталкиваются в точке пересечения интересов. То, что происходит сейчас в отношениях США с Украиной, можно смело назвать войной Вашингтонских холмов, где у каждого холма свои интересы на Украине и свои договоренности с Россией. Один из холмов толкает Украину на войну с Россией, которая закончится потерей остатков суверенитета и территорий Украины. Другой холм пытается сдержать Украину в военной эскалации, прекрасно понимая последствия этого шага. Официальные представители Белого дома заявляют Украине, что нужно придерживаться минских соглашений и не устраивать конфликт, который закончится печально для нынешнего украинского правительства. Об этом говорила даже Виктория Нулан, которая лично поддерживала государственный переворот на Украине. А в Москву на переговоры с российскими силовиками прилетал директор ЦРУ Уильям Бернс. И так срочно ему нужно было переговорить, что он приказал сажать самолет, хотя в тот момент из-за тумана была практически нулевая видимость, и пассажирские лайнеры перенаправляли в другие города. Аналитики такого ранга, как Игорь Панарин, считают, что директор ЦРУ пытался убедить российское руководство отложить подписание документов по союзному государству. Объединение РФ и РБ может толкнуть определенное крыло глобалистов на конфликт с Россией при помощи Украины. Тому холму, представителем которого является Нуланд и Бернсу, не нужна война Украины с Россией. Там есть понимание, что тогда будет полностью утрачен контроль над основной частью Украины в результате ее военного поражения. Но есть другой холм, и его представителям необходимо втянуть Россию в военное противостояние. Глава Пентагона, находясь в Киеве, всячески поддерживал боевой дух украинской власти и гарантировал поддержку в случае войны с РФ. Американские издания, ссылаясь на контакты в разведке, публиковали о скоплении армии РФ на границе с Украиной. Следует отметить, что это были давно запланированные учения, которые не составляли тайны. Буквально сегодня издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет о том, что нужно готовиться к вторжению России на украинскую территорию. А знаменитый американский аналитик Гален Карпетер, который является старшим сотрудником в области обороны и внешней политики в институте Каттана, заявляет абсолютно противоположное. Там опечатка Карпетер. Со слов Карпетера, это именно страны НАТО толкают Украину на агрессию в сторону России. Карпетер свои выводы делает из наращивания тяжелой техники Украины на Донбассе в непосредственной близости к линии соприкосновения, а также из откровенно дерзкой риторики украинской власти. Карпетер считает, что словесная поддержка со стороны США и стран НАТО плюс поставки хоть и устаревшего, но действующего оружия толкнут Украину на конфронтацию, которую она не выдержит. Однако Киев выбирает между благоразумными заказчиками и орлами войны, тех, кто провоцирует конфликт. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия собирается продвинуться дальше по территории Украины. Министр выражает обеспокоенность и считает, что Россия планирует в сжатые сроки напасть на Украину. Тем временем на границе с Белоруссией, где происходит столкновение мигрантов с польскими пограничниками, танковые учения. А буквально вчера президент Лукашенко заявил, что со стороны украинских радикалов были попытки переброски оружия из Донбасса на белорусскую территорию к мигрантам для провокации военного ответа от польских пограничников. Украинский флот посылает несколько кораблей из Николаевского и Одесского портов для передислокации в Бердянск, которые находятся на побережье Азовского моря. Украинские военные корабли должны будут пройти тем путем, которым Порошенко уже отправлял корабли. И мы прекрасно помним, чем закончилась эта попытка. А на Донбассе к линии соприкосновения ВСУ стягивают РСЗО, крупнокалиберную артиллерию, а также баллистические ракеты Точка и Точка-У. В Мариуполь прибыли системы БУК, которые работают по воздушным целям, которых ни в ДНР, ни в ЛНР нет. Рядом с Николаевым на острове Майский развернуты системы РЭП британского производства. Такие же системы устанавливают между Бердянском и Мариуполем, под Одессой и в Запорожской области. Стоит обратить внимание и на то, что ни одна страна Запада никак не отреагировала на захват члены международной мониторинговой группы. Не было никакой реакции на захват населенного пункта Старомихайловка, который находится в серой зоне между ДНР и временно оккупированной ВСУ частью Донбасса. Нет никаких заявлений по поводу практически постоянных обстрелов территории республик из крупнокалиберной артиллерии. Если в Вашингтоне победят «Орлы войны», то не только Украина утратит свою государственность. Но в Украине они не остановятся, а будут провоцировать Россию на все большее наращивание сил на границах, пытаясь распылить бюджет государства и стратегические запасы. Будет провоцироваться недовольство среди граждан России одновременно с конфликтами против всех стран, лояльных России. Россия, наверное, единственная страна, которая к концу года с локдаунами и ростом пандемии пришла с профицитом бюджета. В преддверии грядущего в ближайшие месяцы экономического обвала ведущих экономик планеты ресурсы России вызывают огромную зависть. В западных социальных сетях распространяется информация, что Россия – это 2% населения планеты, зато 40% ресурсов. С точки зрения западной цивилизации это несправедливо. Они в 90-х годах создали себе колонию, которая обязана была их содержать. А вот как вышло. Глобальный экономический кризис – это не конец света, но тяжко придется всем. Выживет и будет процветать тот, кто выстоит. А выстоит тот, у кого есть ресурсы. Потому Россия и лично Путин виноваты. Запад сделал себе заначку пережить трудные годы, а Россия во главе с Путиным так некрасиво поступает. Все приготовились к войне. Российская стратегическая авиация сделала облет белорусско-польской границы, вызвав у польского контингента диарею. Украинская сторона дожидается поставок из Британии британских баллистических ракет для полного комплекта отработки условий, максимально приближенных к реальным. Пока только один холм, на котором стоит Белый дом, до башни Кремля хотят мира. Удастся ли Белому дому на холме удержать Запад от коллективного самоубийства? Вот вопрос. Лично я сомневаюсь. Неолибералы из левого крыла глобалистов поставили на кон все, вплоть до самого существования своего рода. Да и драться они собираются не сами, а с использованием тех, кем можно жертвовать. Но самый знаменательный итог этой авантюры и борьбы Вашингтонских холмов в том, что Украина станет инструментом разрушения США. Я не скажу, что США развалятся, но там будут внутренние глобальные перемены и, вероятнее всего, гражданская война. Более ста лет назад министр внутренних дел Российской империи в записке к царю Николаю II написал, «Кто присоединит Галицию, тот потеряет империю». Галицию присоединяла Речь Посполитая, Австро-Венгрия. В 1914 году Галиция перешла под контроль Российской империи. В 1939 году под контроль СССР. И где сейчас все эти империи? В 1991 году Галиция перешла под контроль Незалежной Украины. Что происходит с Украиной, думаю, не нуждается в отдельных объяснениях. После Майдана 2014 года Галиция вместе с большей частью Украины перешла под контроль США. Можно не верить во всякие проклятия, пророчества, но началось все под тысячу лет назад, когда Данила Галицкий, проявивший себя как толковый военачальник и отличный боец в битве при Калке, предал киевского князя. При наступлении Батыя он киевскому княжеству оставил своего тысячского. А сам уехал заключать династический союз в Венгрию. Киев и его князь на тот момент контролировал земли вокруг Киева и до Черноморского побережья, включая Крым. Киевские князья основали город Керчь. Владимир Креститель женился в Крыму и по Таврии путешествовал во время свадебного путешествия. Я бы рекомендовал относиться серьезнее к истории и не шутить с русскими проклятиями. И, кстати, желто-голубые цвета – это цвета Галиции. Киевские и другие русские князья предпочитали алый и малиновый цвета. Сергей Лебедев не глохматый. Вашингтонские холмы падут от древнего проклятия на Украине.